Я позволю себе взять слово и сказать то, что считал нужным сказать, тем более, что представителя Министерства иностранных дел здесь, в Москве, среди нас нет. Я уже объяснил причины, по которым заместитель Министра иностранных дел одномоментно не может быть и здесь, и на встрече в рамках УДКБ. Я депутат Государственной Думы, конечно, не сотрудник МИДа, но я попробую, по крайней мере, ответить в духе откровенности на те вопросы, которые были поставлены, в том числе и в выступлении Андроника Мавсесовича. Но прежде всего, я думаю, что все, что я скажу, будет легче и искренне восприниматься, если я начну с того, что на протяжении многих лет, интересуясь происходящим, бывая в Нагорном Карабахе по этой причине, через какое-то время лишившись возможности быть в Азербайджане, куда я, в общем, не особо стремился, тем не менее, запрет такой в 2010 году из-за посещения Карабаха последовал. Я, конечно, пришел к определенному мнению, в том, что касается формулы урегулирования Нагора Карабахского конфликта. Я неоднократно, это можно удостоверить, это все опубликовано, свою точку зрения высказывал. Она не является оригинальной. Вот вчера, к моему большому удовлетворению, я узнал, что она полностью совпадает с точкой зрения президента Российской Федерации, потому что на протяжении всех этих лет, начиная с первого посещения Карабаха в 1994 году, я пришел к выводу, что невозможно без унижения, репрессий, катастрофы и, очень может быть, нового издания геноцида заставить армян Нагорного Карабаха жить в составе Азербайджана без тех гарантий, которые до их жизни и существования предоставил бы статус независимость Нагорно-Карабахской республики, ими созданной. Я оставляю в стороне вопрос, по каким причинам, мне известное объяснение, Армения так и не признала Нагорно-Карабахскую республику. Считалось, что это стеснит возможности Армении в ходе самого урегулирования, а на определенном этапе, напомню, Армения взяла на себе вообще представительство интересов Нагорного Карабаха, и он выпал из переговорного процесса, что, на мой взгляд, конечно, как это ни объясняй, было ошибочно. Но первый вывод о том, что независимость Нагорно-Карабахской республики, армян Нагорного Карабаха, это просто обязательные условия рябового урегулирования, я сделал еще тогда, в 1994 году. Второй вывод, который я сделал, конечно, заключался в том, что для того, чтобы эта независимость не была поводом к постоянным столкновениям, попыткам реванша, кровопролитию и жертвам, для того, чтобы она вросла в ткань жизни народов на Кавказе и в какой-то перспективе привела к какому-то замирению, конечно, нужен жест со стороны Армении, или точнее Нагорного Карабаха, который заключался бы в передаче Азербайджану тех самых районов по периметру бывшей Нагорно-Карабахской автономной области или Нагорно-Карабахской республики, которые в ходе военных действий, продолжавшихся до 1994 года, были заняты армянской стороной. За исключением коридорных Кельбаджарского и Лачинского вопросов, районов, судьба которых должна быть была определена, но по всей вероятности они должны были бы гарантировать взаимосвязь Армении с Нагорным Карабахом. И я говорил о том, что на самом деле мы сталкиваемся на постсоветском пространстве в ходе распада Советского Союза и в процессе этого распада с несколькими конфликтами грузино-абхазским, приднестровским, юго-осетинским, карабахским. Но вот как раз в силу сложившейся конфигурации линии противостояния Карабахский вопрос кажется наиболее доходчивым образом возможно урегулировать. Тем более, что и международные посредники, представленные в Минской группе, в отличие от всех других конфликтов, где они занимали диаметрально разные позиции, я имею в виду страны, которые были вовлечены в Минскую группу, то есть США, Франция и Россия, здесь сходились в общем в том, что это как раз нормальный пакет. Я рассматривал это как пакет. Я знаю, что были под впечатлением от неуступчивости Азербайджана предложения отложить вопрос о независимости Карабаха, провести референдум, и даже формула референдума, по которой соотношение азербайджанских участников и армянских участников этого референдума должно было соответствовать пропорциям населения Карабаха на момент начала конфликта, то есть 75 на 25 процентов. Но мне казалось, что вот это вот откладывание вопроса о статусе уже создает некую проблему, потому что стороны не доверяют друг другу. Они не доверяют друг другу, и кровь пролитая в ходе всех этих событий и в зоне Нагорного Карабаха, и вообще в ходе событий, которые сопровождали все это и предшествовали этому, в том числе в Сумгаите, в Баку и так далее, она просто вынуждает договариваться сразу по всему пакету. Это была моя позиция на протяжении всех этих лет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...